вот нас всех посокращали и у меня такая ситуация у меня инвалидность по зрению вот пошел я потом на биржу значит после того как меня уволили с работы встал на биржу значит простоял там три года получал где-то там полторы тысячи по-моему в месяц мне платили принципе начал искать работу в интернете что-то там заработки все то есть поначалу само собой там попадал во всякие матрицы прошел в общем путь сделали тебе прививку там все такое добрые люди в кавычках сейчас там вообще столько этих скамов там всего сколько ты денег инвестировал проект но я когда заходил само собой как бы с моими заработками на бирже у меня в принципе особых таких больших денег не было вот заходил я в общем 6 на 6 тысяч я купил монет вот тысяч долларов или нет рублей конечно рублей да но чтоб точнее люди будут задавать потом да я купил монет и по-моему то ли в этот же день то ли на следующий я оплатил тариф то есть вот 1999 в общем 8000 заходил с восьми тысячами туда вот на данный момент тут смотри сколько сколько у тебя сейчас доход получается доход месяц месячный ну где-то 45 там бывает больше 45 рублей или чего тысяч рублей ну да чтобы люди просто понимали то есть но смотри а если бы ты нашел если бы тебе повезло это на бирже нашел бы работу для инвалидов да как бы сколько бы тебе примерно выплатили слушай но там были варианты конечно то есть там 10 тысяч 12 тысяч и знаешь это надо ехать еще через полгорода то есть то есть на проезд надо время деньги там на тормозки на все это как бы да и выходило бы сколько там 5000 на там на жизнь серьезно вообще не вариант то есть как бы абсолютно не вариант все там знают что у нас команде есть там обучение мы учим людей вообще практически с нуля или там если приходят ребята уже с командами там вообще проще у них там ну опять же да да почему так много людей лидеров других проектах сейчас уходят в артере потому что здесь сразу там на на голову больше там разы больше заработок чем там других проектах плюс есть свой блокчейн и это как бы все прозрачно это не просто там доверительное управление как учеников где люди приносят деньги отдают админу и потом им рисуют какие-то картинки там на этом в кабинете здесь был свой блокчейн у каждого свой кошелек все видят все транзакции все кошельки все можно про это и доступ только никакой админ не залезет тебе в кошелек и ничего там не уберет не добавит какие-то нолики тебе у нас есть обучение и все спрашивают насколько оно сложное вот ты у нас уже там по моему даже и до этого это проекта артери был как бы на обучении но не первый месяц с нашей командой насколько вообще все хотят узнать насколько эффективно это обучение и насколько оно подходит именно тем людям которые раньше мы не строили команды мы не умеем общаться мы не какие-то там сетевики там как бы я принципе тоже не сетевик все знают я просто начал так же как и все ребята там просто там начал разбираться в соцсетях начал изучать все это и транслировать обучать людей уже десять лет зарабатываю только в интернете как бы больше нигде и делюсь своим опытом и опять же там ответь насчет обучение насколько она эффективна насколько она сложная и страшная насколько она подъемная насколько там страшные даются упражнения после которых люди да там не выживают но это шутки нет на самом деле как бы что мне понравилось что здесь нету такого прямо серьезного подхода в принципе все подается такой не в шуточной версии ну как бы в игровой форме вот как правильно сказать в принципе как бы все удобно прикольно и интересно то есть не то что там сидишь нагружаешь себя какими-то учебниками книгами там чему-то там прямо учишься там не на есть просто и прикольно то есть как бы подходит на любой человек это абсолютно как бы несложно и ничего такого прям нету заумного там просто главное поставить себе цель ребята всем привет сегодня следующая история сегодня у нас в гостях андрей у него очень интересная будет история как раз он куда-то пропал андрюха ты куда там пропал появляемся назад смотрите те кто первый раз смотрит мою серию видео здесь сразу рассказываю какая идея здесь такие жизненные истории людей которые пришли именно в проект артере и я не рассказываю там о своих там каких-то достижениях опять же для тех кто первый раз смотрит посмотрите друзья подробно будет будет только на видео где рассказать насколько зарабатывать для тех кто первый раз смотрит просто для того чтобы не рассказывать это все с нуля вот я показываю за 9 месяцев вот я заработал 9 миллионов триста тридцать три тысячи рублей все на этом заканчиваем нам больше интересно данный момент истории ребят нашей команды чего они добились может кто-то узнает в них себя может кто-то за мотивируется этими историями и опять же будет интерес интересная жизненная ситуация смотрите вот андрюха наконец-то прорвался как раз у тебя там что-то вышли перегрызли провода не слышно тебя выкидывает ничего да сейчас круто слышно это просто чуть дальше камеру от лица телефона рода волк нормально потому что как бы мы видим половину тебя смотри вот интересно сразу ребятам просто интересно зрителям на будет нашим будет тут какая у тебя история смотри видео по где миша ну рассказывал у него была такая практически детективная история человек перед приходом в артере у него был долг был полтора миллиона рублей там литва даже ну так серьезно того человек вообще он не видел никаких там так сказать просветов и сейчас у него на данный момент тем не менее он как бы начал работать обучаться нашей команде опять же для тех кто не знает у нас есть обучение именно от нашей команды человек пришел к результатам он сейчас зарабатывает там больше по моему 200 тысяч рублей ну кто не виде смотрел кстати видео с ним обязательно посмотрите у меня на канале то есть человек а еще самую самую главную мечту большинства людей 90 процентов людей кроме долга он закрыл еще такую мечту он ушел из найма он просто пришел в один момент рассчитался и все он зарабатывает он как ну уже на раб больше там разы чем свой начальник я думаю там но это мечта многих но сегодня у нас в гостях андрей у него не менее интересная история человека такая ну как бы очень там ну ладно я не буду за него рассказывать адрюха давай расскажи как вот ты пришел проект и какой какой ты ситуации находился на тот момент ну всем привет пришел я как где-то три года назад меня уволили с работы сократили вот по состоянию здоровья вот ну и вообще там как бы сконтолка начала закрываться вот нас всех посокращали и у меня такая ситуация у меня инвалидность по зрению вот пошел я потом на биржу значит после того как меня уволили с работы стал на биржу значит простоял там три года получал где-то там полторы тысячи по моему в месяц мне платили вот и что ничего не могли мне предложить потому что у меня как бы есть определенные и у инвалидов когда встаешь на бирже есть определенные как бы параметры по каким тебя могут взять на работу вот моим параметрам я не подходил ни одному работодателю вот в общем просидел три года на бирже то есть надо уже было что-то делать что-то думать как бы и вот в принципе начал искать работу в интернете что-то там заработки все то есть поначалу само собой там попадал во всякие пайпов там не знаю там матрица то есть вот прошел в общем путь да ты как бы сделали тебе прививку там все такое добрые люди в кавычках да как сейчас там вообще столько этих скамов там всего и вот смотри вот такой тебе вопрос вот когда ну опять же там многие там друзья там ребята там пишут вопросы задают вот получится у меня или не получится вот когда ты заходил проект когда ты начинал вообще с нуля кстати ты сколько ты денег инвестировал там самый такой любимый вопрос практически как у дудя да сколько ты денег инвестировал проект но я когда заходил само собой как бы с моими заработками на бирже у меня в принципе особых таких больших денег не было вот заходила в общем 6 на 6 тысяч я купил монет вот тысяч долларов или нет рублей рублей да ну чтоб точнее люди будут задавать потом да я купил монет и по-моему то ли в этот же день то ли на следующий я оплатил тариф то есть вот 1999 ну в общем 8000 заходил с восьми тысячами туда вот на данный момент тут смотри сколько сколько у тебя сейчас доход получается доход месяц месячный ну где-то сорок пять там бывает больше то есть ну сорок пять сорок пять рублей или чего тысяч рублей тысяч на ну ну да чтобы люди просто понимали то есть но смотри а если бы ты нашел если бы тебе повезло и ты на бирже нашел бы работу для инвалидов да как бы сколько бы тебе примерно выплатили слушай ну там были варианты конечно то есть там 10 тысяч 12 тысяч и знаешь это надо ехать еще через полгорода то есть то есть на проезд надо время деньги там на тормозки на все это как бы да и выходило бы сколько там 5000 на там на жизнь серьезно вообще не вариант то есть как бы абсолютно не вариант поэтому как бы начал искать именно в сети что-нибудь вот поняшу молодец но смотри опять же тоже такой самый популярный вопрос как ты какой-то там на может ты знаешь там родился в семье там каких-нибудь сетевиков может и там какой-то там телепат читаешь чужие мысли можешь там как не знаю как некоторые как у кирилла здоровье надо из финихо там был какой-то дар убеждать людей там чтобы они брали кредиты у тебя такой дар есть там как бы какие-то суперспособности вообще или ты ну как как вообще-то когда ты пришел вот большинство ребят такая проблема они спрашивают ну блины не получится у меня построить команду я говорю ну как не получится но ребята посмотрите у нас там мамочки в декрете пенсионеры это люди которые там вообще там с интернетом на там не то что на ты на там на вы и там я не знаю вообще там не знаю куда нажимать вспомни у нас там ребята были они спрашивали как скачать зум там как там какие-то то вообще-то а про построение команд вообще там речи не шло а потом смотришь у них какие-то результаты уже такие люди зарабатывают ну по сути ты зарабатываешь как бы такую довольно таки на на не среднюю даже зарплату да ну средняя зарплата примерно сколько там 20 тысяч где-то так то есть и получается две говоря когда я пошел искать работу в интернете у меня было то есть я думал найти бы что-нибудь там тысяч на 15 в месяц и я был знаешь как бы с такой целью шел там тысяч на 15 найти я буду вообще просто блин доволен имея пенсию там 18 тысяч плюс 15 тысяч там в интернете думаю 33 тысячи у меня с головой вообще хватит то есть поначалу с такой целью а потом вижу что получается получается и получается больше и можно больше делать и главное как бы поставить себе цели принципе все все и получается потихонечку ну да но смотри тоже такой вопрос как бы все там знают что у нас команде есть там обучение мы учим людей вообще практически с нуля или там если приходят ребята уже с командами там вообще проще у них там ну опять же да почему так много людей лидеров других проектов сейчас уходят в артере потому что здесь сразу там на голову больше там разы больше заработок чем там других проектах плюс есть свой блокчейн и это как бы все прозрачно это не просто там доверительное управление как учеников где люди приносят деньги отдают админу и потом им рисуют какие-то картинки там на этом в кабинете здесь был свой блокчейн у каждого свой кошелек все видят все транзакции все кошельки все можно про это и доступ только никакой админ не залезет тебе в кошелек и ничего там не уберет не добавит какие-то нолики тебе посмотрите ребята то есть основной вопрос у нас есть обучение и все спрашивают насколько оно сложное ты у нас уже там по моему даже и до этого это проекта артери был как бы на обучении но не первый месяц с нашей командой насколько вообще все хотят узнать насколько эффективно это обучение и насколько она подходит именно тем людям которые раньше мы не строили команды мы не умеем общаться мы не какие-то там сетевики там как бы я принципе тоже не сетевик все знают это как я я просто начал так же как и все ребята там просто там начал разбираться в соцсетях начал изучать все это и транслировать обучать людей уже десять лет зарабатываю только в интернете как бы больше нигде и делюсь своим опытом и опять же там ответь насчет обучение насколько оно эффективно насколько оно сложное и страшное насколько оно подъемное насколько там страшные даются упражнения после которых люди да там не выживают но это шутки нет на самом деле как бы что мне понравилось что здесь нету такого прямо серьезного подхода в принципе все подается такой не в шуточной версии ну как бы в игровой форме как правильно сказать в принципе как бы все удобно прикольно и интересно то есть не то что ты там сидишь нагружаешь себя какими-то учебниками книгами там чему-то там прямо учишься там не на есть просто и прикольно то есть как бы подходит но они знают ну любой человек это абсолютно как бы несложно и ничего такого прям нету заумного там просто главное надо поставить себе цель как бы как смотри андрюха круто ты сказал надо поставить себе цель вот смотри есть куча тренингов потом по цели поставил постановки целеполаганию да там какой-нибудь там мотивация как убрать прокрастинацию в общем куча всяких этих тренингов но почему-то у людей результатов практически ноль там нету никакого вот я вообще как бы я пришел и там сделал себе вывод почему эти тренинги или там других командах но люди даже ставят которые цели они к ним не приходят вот как твое мнение почему ты пришел к этой цели да как бы я я считаю это серьезная цель для человека который не подготовлен и мне ну как бы я с удовольствием наблюдаю за тобой за такими ребятами как ты которые реально с нуля и как бы приходят и делают такие результаты ну мне приятно смотреть когда человек зашел с нуля вообще ничего практически не умел не знал особо никаких там не было знаний каких-то там 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 супер или опыта тем более до построения команды инвестировал там сколько там шесть и два восемь тысяч рублей да сейчас у тебя зарплата которая как бы да наверно если бы ты куда-то пошел устроился работу такая у твоего начальника была бы зарплата да и ты бы ездил там через полгорода унижался там что-то там тебе просказывали какой-то там хороший плохой там по выходным бы может да там звали на работу там влече ну то есть смотри первое что я хочу понять вот ты как бы ощутил что ты какого-то добился серьезного уровня и почему у тебя команда строится потому что как бы ну ты пример уже для большинства ребят из своей команды то есть ты не какой-то там ну я не знаю супер инвестор какой-то там где-то взял там у родителей миллион доллара инвестировал тебе повезло и ты там сейчас такой на бале сидишь ты обычный человек которого как бы наоборот все против тебя было в самом начале так понимаю ну то есть ты абсолютно как ты похож на некоторую часть от наших ребят которые пишут которые сомневаются до сих пор и которые думают что это не для них у них не получится что нужно инвестировать на миллион рублей это брать кредиты у нас вообще в команде не такие про кредиты это вообще это бред мы сразу просто ребята ребята любое любая инвестиция это всегда риск понятно что вы как бы инвестиции приносят деньги но это уже серьезные риски и с ними надо работать и надо инвестировать только те деньги которые не боишься потерять для андрюхи это как бы там 8000 до которые там на тот момент для него была серьезная сумма такая да он как бы в банк все таки да я вообще когда заходил далее проекты я только одну там 2000 купил тариф я вообще не инвестировал ни копейки сюда как бы все это заработано с команды с построения команды пассивных доходов у тебя кстати вот ты кто не знает там у артери есть там несколько пассивных доходов вот тебя уже ты же используешь какие-то пассивные доходы кроме построения команды у тебя так понимаешь что там стоит там как бы обмода да пишут же там закрыл на статус получает используя что все использую в принципе неплохо зарабатывается на ней ну а то пассивный доход получается просто на компьютере она стоит и с транзакций капает комиссия вот да еще вот вопрос насчет ноды тоже спрашивает а сколько надо вложить денег чтобы ноду себе поставить денег вложить да вот мне такой вопрос задали я сначала удивился а потом думаю не я задам как бы андрюхи просто надо построить команду как бы из шести человек себе и чтобы стейк был на всю команду 10 тысяч монет то есть не именно у тебя а вообще на всю команду то есть не надо вообще инвестировать то есть это ну просто чтобы люди понимали что один из пассивных способ заработка он вообще не предполагает никаких там инвестиций ну да по идее да только построение команды вот и все ребята чтобы ну вы понимали потому что ну мы хотим как максимально раскрыть понятнее глубоко так все возможные заработки именно в бартере и отличие этих заработков например там от каких-то проектов которые сейчас ну просто скамятся вообще в ноль уходят просто там даже месяц там два-три проработали все улетели все ребята потому что ну там под ними ничего нет нет своего блокчейна это вообще это бред я все время рассказываю там людям которые ну там мои подписчики они постоянно пишут там а вот присылает новый проект я говорю давай рассказывай давай разбираться с если там там свой блокчейн кому-то эти деньги отдаешь кому-то ну как как это вообще и как я вообще самый основной вопрос задаю почему они обещают давать вам там ну пожизненно там например 20-30 процентов в месяц чего в основном это все у всех легенда супертрейдеры которые торгуют по 100 процентов в месяц ну если бы они торговали реально вместо вас пошли взяли кредиты да и за несколько лет вот этот сложный процент по 100 процентов в месяц они бы там через несколько лет уже миллиарды долларов они бы выгребли все деньги мира ну просто кто знает силу сложного процента умножать в два там на сто процентов каждый месяц любую даже минимальную сумму там через несколько лет это будет просто колоссальные суммы это первое а второе когда просят их показать ваши там ну как бы счета торговые на пирже эти ребята или показывают какой-то там один там небольшой там где небольшая сумма крутится ну то есть они берут разбивает несколько если вообще не это делает то есть хитрые делает так был там супер проект я уже даже забыл какое-то какое-то название они дошли до того что там же люди но умные они сказали а покажите вообще ваши проводки как вы торгуете на биржах покажите ваши счета когда вы и они показали людям да там они показывали каждый там например месяц там новый какой-то счет ну как бы это потом разобрали что это новый счет и там суммы были то не все которые там люди инвестировали в этот проект а какая-то маленькая часть то есть эти хитро хитро умных не будет этот хитро сделанные ребята что не сделали они взяли сделали несколько счетов взяли разбили и по разным стратегиям торговали и например каждый месяц там на одном там из 10 или из 20 их счетов получалось там сто процентов они такие вау ребята смотрите мы в очередной раз всех победили мы такие умные наши роботы самые умные наши трейдеры самые умные а потом умные люди уже начали задавать такие вопросы а почему на этом счету ну как бы там вы говорите там инвестированного проекта например там столько там миллионов миллиардов долларов а на этом счету всего там 10 там 100 тысяч долларов и как бы после этого начали они уже там все как-то так закрываться и проект начал загинаться ну то есть вы понимаете да есть наглые есть умные а есть админы которые как бы вообще на это все забивают они запустили проект очередной два месяца поработали собрали хотя бы чуть-чуть заплатили блогерам там они прорекламировали и какие-то новички от которые ну почему мне обидно за новичку почему я постоянно рассказываю доношу именно как ребята определить что вас обманывать блин заходят именно новички от ребята сейчас вот уже но от безысходности сейчас уже там вы все понимаете да всех всем нужны деньги кто-то теряет работу из-за этого коронавируса кто-то там бизнесы теряет целые все уже понимают что раньше можно было там бизнес построить свой там офлайн и зарабатывать деньги если ты не хочешь наймировать сейчас это вообще не вариант сейчас но это бред это там сейчас очередную но какую-нибудь закроет опять же там да там всё люди теряя сейчас бизнесе сейчас ну я вижу только опять же исходя из своего опыта вижу только один вариант это в интернете зарабатывать на инвестициях на блокчейн-технологиях сейчас тренд это криптовалюты вы видите но криптовалюты не дешевые которые делаются на чужом там блокчейне на какие-то или вообще там не на блокчейне как Финнико там, по-моему, тоже. Какой там блокчейн? Какие биржи? Например, Артери на трех биржах. Там эта монета. Свой блокчейн сделан за свои деньги. Везде открытый код. То есть вы понимаете, если бы его можно было взломать, если бы там были какие-то дыры, уже его хейтеры, какие-то админы, скамов, они бы это уже сделали показательно. И показали, ребята, вот у вас дырявый блокчейн. Вот мы вас взломали. Вот все деньги у нас. Это к вопросу, когда люди спрашивают, блин, блокчейн, его сейчас взломают хейтеры и все. Если бы могли взломать блокчейн, взломали бы, наверное, в первую очередь биткоин, блокчейн, эфира, и вывели бы все деньги. Или Артери, уже девятый, десятый месяц проекта. Вы представляете, какие там сидят, есть же хейтеры, которые там очень высокого уровня. Они бы это уже давно взломали. Там капитализация очень серьезная уже в проектах. Несмотря на то, что всего 10 месяцев, но я думаю, никто не пару миллиардов долларов себе перевезти, если бы могли взломать. Взломали бы, ребята. Поэтому бред этот сивой кобылы, когда рассказывают, вот там все можно взломать. Если бы можно было взломать, взломали бы. Ребята, вы понимаете, сейчас все эти знания доступны даже для школьников. Это элементарно. И вы сами понимаете, что сейчас куча мошенников, если бы у них такая возможность была, они бы это сделали. То есть смотрите, смотрите, ребята. В принципе, мы сегодня такие основные вопросы. Чтобы не затягивать просто видео, я думаю, на следующей неделе вообще там прямые эфиры как бы захочу запустить, чтобы там вопросы возникают. Ну, опять же, одно дело ответить там 20-30, там 100 человеком в личку. Это как бы... А другое дело там сесть там с ребятами тоже из нашей команды. Тем более здесь нету каких-то опять же там суперсетевиков, которые там пришли со своими командами, они там зарабатывают. Ну, у нас есть в команде, да, такие ребята. Ну, их очень мало, но опять же, да, это круто, они зарабатывают. Им, в принципе, как бы это просто надо объяснить по этому проекту, по построению команды там, как именно по данной проекту. И у них будут очень серьезные результаты. А у нас, ну, как бы основные это такие ребята, которые вот как Андрюха, как Миша, там, как Серега, там, они заходят там, вот мне, Нила, там, Днепра, девочка, там, есть там тоже с Украины очень много ребят, которые вообще приходят. Они, у них история такая, у них там, ну, жопа там, будем говорить, такая, да, происходила с днём, и они искали возможность. И, естественно, в интернете искали. Попали в нашу команду, начали обучаться. Я не скажу, что это там прям так сразу они там выстрелили, так все такое. Ну, люди пришли к таким результатам, которые за такое время, блин, за которое, я не знаю, люди готовы там всю жизнь на работу ходить, там, делать счастливее, мы зарабатывать деньги начальнику, а они взяли, поставили за несколько месяцев, вышли на зарплаты своих начальников. Ну, это, я думаю, даже там и начальники, наверное, их столько не зарабатывают. Плюс над начальниками есть свои начальники, да, а тут они вообще дома сидят и полностью себе хозяева. Это ушли из рабства, из этого, ну, как бы, найма, все понимают. Я думаю, это мечта для всех. Я когда тоже начинал, для меня основная мечта была просто не ходить на работу и видеть этих там быдлоначальников. Ну, я думаю, это боль ко всех. Я готов был там даже там, как бы, без денег сидеть. Ну, как бы, долго не получилось без денег сидеть. В любом случае, да, кушать хочется всем. Так, ребята, смотрите, будем завершать наше видео. Спасибо, Андрюха, тебе за участие. Спасибо всем ребятам за то, что посмотрели. У кого есть какие-то вопросы, задавайте вопросы под видео. Андрюха, у тебя же есть Инстаграм, да? Да, да. Ну, поставлю ссылку на Инстаграм Андрюхи. Опять же, посмотрите, он не какой-то там, какой-то там мажор, он не какие-то, он не делает каких-то там селфи там, не как бы, чтобы вы просто понимали, что у некоторых убеждение такое, что, блин, вот там, ребята качают через Инстаграм, качают через соцсети. Нет, он спокойно, он этого даже, как бы, не особо и делает. Хотя сейчас он, как бы, начал заниматься еще, выбрал направление Инстаграм, сейчас еще в Ютубе он опять возобновит. То есть, можно обычные действия совершать, не быть каким-то суперблогером или суперсетевиком и зарабатывать спокойно деньги хорошие. И ставить себе цели, закрывать там себе там квалификации, там все такое, получать там призы, там айфоны, там автомобиль можно получить на серьезной квалификации, там серьезно надо поработать, ребята, как бы. Поэтому, смотрите, кого есть вопросы, кого есть, кто хочет разобраться, будет ссылка Андрюхина, будут ссылки мои, мои контакты. Задавайте вопросы, пишите нам, разбирайтесь, пишите в комментариях, ставьте лайки, естественно, кому понравилось, кому не понравилось, ставьте лайки. Опять же, приводите своих друзей в команду, будем обучать вас зарабатывать. Спокойно, не спеша, в игровой форме, как Андрюха сказал, без каких-то там бредовых изучений того, чего не надо. поможем поставить цель, поможем выйти на результат. Опять же, потом, ну, я делаю эти видео для того, чтобы вы поняли, что получится у всех, ну, кто реально нуждается в этом и кто реально совершает действие. Поэтому все возможно, ребята. Ждем вас в нашей команде. Всем привет. И на этом все, друзья. До новых встреч. Всем пока.